Объект номер SCP-025, шкаф с поношенными вещами Класс объекта, безопасный Особые условия содержания SCP-025 необходимо открывать только для проведения экспериментов, равно как и комнату, в которой он хранится Коды доступа должны быть известны только исследовательскому персоналу, приписанному к объекту и охране Других процедур сдерживания не требуется Описание SCP-025 представляет собой деревянный платиной шкаф размерами 0,97 метра х 0,62 метра х 1,95 метра Наполненный одеждой, относящийся к различным временным эпохам Предметы, содержащиеся внутри шкафа, в целом называются SCP-025-1 и совпадают со стилями одежды от 1920-х годов до наших дней Вещи различаются по временным эпохам в зависимости от стиля Например, полосатая полиэстеровая рубашка и пара брюк цвета древесного угля соответствуют популярному стилю 1970-х годов Единственное, что объединяет все предметы одежды, которые находятся внутри SCP-025 Плохое состояние, большая часть коллекции повреждена молью, разрывы и разошедшиеся швы являются обычным явлением После надевания какой-либо одежды из SCP-025 носитель в течение следующих 24 часов погибает или получает ранение Причина смерти или ранения всегда связана с вышеупомянутыми повреждениями одежды, но всегда проявляется как независимый инцидент Ношение перчатки с отрезанным кончиком пальца проявляется в потере последнего в результате простого действия на кухне Нарезание лука Если субъект носит пончи с оторванным рукавом, то он каким-то образом лишится неприкрытой руки Будь то атака дикого животного или дорожно-транспортное происшествие, которое потребует ампутации конечности Если поместить субъекта, носящего одежду из шкафа, в закрытое помещение без мебели, то у него внезапно разовьется гангрена Которая начинается с мест, не покрытых одеждой, или разовьется недостаточность органа, расположенного под поврежденным местом одежды Болезнь может быть заразной или не заразной, все проведения исследований до сих пор были неудачны из-за скорости развития патогенеза По возможности рекомендуется брать штаммы для возможного использования в вооружении Приложен протокол экспериментов с SCP-025, более подробные результаты будут доступны по рассекречиванию объекта Протокол экспериментов SCP-025, раздел 1 Субъект тестирования, D-778, белый мужчина, 42 года Предмет одежды, белый смокинг в стиле 1940-х года Повреждение одежды, разрыв на левом плече Результаты эксперимента, подопытному было позволено свободно перемещаться по помещениям, под наблюдением агента Примерно 45 минут не происходило никаких происшествий, однако Записи камер охраны и свидетели показали то, что D-778 совершил попытку нападения на агента Последний сумел одолеть подопытного и нанес ему ножевое ранение левого плеча, точно в месте повреждения смокинга Эксперимент прекращен, субъект устранен Субъект тестирования, D-690, белый мужчина, 26 лет Предмет одежды, бейсболка, Boston Red Sox, 2004 года выпуска Повреждение одежды, отсутствует ремешок на задней части кепки, логотип спереди частично удален Результаты эксперимента Субъект помещен в закрытую комнату На столе находится заряженный 9ММ-пистолет Джирика, Бэби-игрл, зажигалка для гриля и топорик D-690 решил носить бейсболку козырьком назад Возможный эффект этого действия на конечный результат проведения эксперимента остается неизвестным Субъект отказывался трогать какие-либо предметы, лежащие на столе в течение нескольких часов Во время проведения эксперимента подопытному предоставлялись еда и вода в разумных пределах Через 4-4 часа после относительного бездействия, субъект взял пистолет и осмотрел его В тот момент, когда оружие было примерно на уровне глаз, пистолет выстрелил в лоб D-690, точно в место, где отсутствовал ремешок Пуля вышла из затылка, неподалеку от того места, где не хватало части логотипа Субъект тестирования, D-736, белый мужчина, 22 года, D-771, белый мужчина, 23 года Предмет одежды, бордовый шерстяной жилет в полоску, датируется 1973 годом Повреждение одежды, частично сединмолью, несколько больших дыр на передней поверхности жилета Результаты эксперимента, исследовательский персонал попросил D-736 надеть жилет под обычную одежду D-771 выдан заряженный пистолет вне поля зрения другого субъекта и дана инструкция По сигналу выстрелить 6-6 раз в направлении D-736 После было отмечено, что каждая пуля прошла через дыры в жилете, не нанося новых повреждений одежде D-736 был убит Оружие возвращено, выживший субъект перемещен обратно в жилой блок Субъект тестирования, D-771, белый мужчина, 23 года Предмет одежды, жилет из предыдущего эксперимента Повреждения одежды, те же, что упомянуты ранее Результаты эксперимента D-771 помещен в пустую комнату, размерами 15 метров, х 15 метров, х 15 метров Единственные объекты в помещении, потолочные лампы Субъект начал жаловаться на скуку, затем лег на спину и уснул Через 2 часа и 14 минут после начала эксперимента 2, 2, лампы дневного света внезапно выскочили из крепления и упали Обе, приземлились, точно в дыры жилета, расколавшись при ударе Одна из ламп разбилась на зазубренные осколки, пронзившие D-771 в нескольких местах, но ранения были нанесены через отверстия в жилете Субъект подавал признаки жизни еще 6-6 минут Следующее место проведения экспериментов должны быть выбраны с учетом минимизации возможных повреждений окружающей обстановки Субъект тестирования, ДР, незапланированный эксперимент, неизвестный оставил на столе ДРА предмет одежды из SCP-025, похожий на аналогичную вещь сотрудника Любая информация об этом инциденте или об исполнителе должна быть немедленно передана старшему составу Предмет одежды, легкий разноцветный шарф Повреждение одежды, из-за затянутой нити шарф значительно короче и же в средней части Результаты эксперимента, судя по свидетельствам очевидцев, ДР, надев предмет одежды из SCP-025, отправился к месту содержания SCP в точка-точка для стандартного наблюдения Однако, ДР отклонился от своего назначенного маршрута и отправился в совершенно другое крыло филиала Субъект вошел в место содержания SCP-173 без должного сопровождения или следования правилам техники безопасности и, услышав шум закрытия двери, моргнул Причиной смерти явилась асфиксия в результате перелома трахеи Субъект тестирования, D-802, латиноамериканка, 30 лет Предмет одежды, белая рубашка в стиле Flashdance, 1980-х года Повреждение одежды, правое плечо удалено, левый рукав полностью отрезан, весь нижний подол разорван в клочья Результаты эксперимента, данные удалены Все присутствовавшие считаются зараженными, помещены в карантин и данные удалены Все следующие тесты с одеждой 80-х года отложены по причине расходов и угроз безопасности, появившихся в результате вышеупомянутого эксперимента Полная очистка, предположительно, займет недель Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...